Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Карантин нужен для защиты детей. Жительница Барнаула боится, что в Даре может быть вспышка коронавируса. Лечит туберкулез собачьим мясом, как живет та самая жительница Рубцовского района, которую уже знает вся страна. До конца года сдадим, что осталось застройщику дома на Ленина 195А и почему срок затянулся. Пациентка, которая заразилась COVID-19 в перинатальном центре ДАР, умоляет закрыть медучреждение на карантин. Девушка недавно родила там сына. При госпитализации в роддом у Виктории Романовой, так зовут пострадавшую, взяли мазок. Результат был отрицательный. Но после родов самочувствие девушки значительно ухудшилось. Коронавирус подтвердил тест, который ей сделали после многочисленных просьб. Врач, которая работала с нами и общалась со мной вот так близко в отделении, находит другие мамы, принимает их, осматривает их детей. Да, она делает это в маске, но вы же понимаете, что маска от прямого заражения не поможет. Более того, говорит девушка, она не единственная, кто заразился в ДАРе. Болеют сами сотрудники и ходит при этом на работу. После огласки в СМИ Виктории приходит множество сообщений от сотрудников роддома. Одна из девочек, например, переболела, наполела и ходила на работу. Потом в середине болезни узнала, что она больна. Оповестила об этом свое учреждение. Ей было сказано лечиться дома и ни в коем случае не передавать никуда эту информацию. Иначе человек будет просто уволен. По распоряжению Роспотребнадзора проведены все противоэпидемиологические мероприятия. Причин для закрытия медорганизации нет. Организации закрываются только по предписанию Роспотребнадзора. Как нам сообщил в письменной форме Крайздрав, заболевших COVID-19 в ДАРе не обнаружено. Мы в свою очередь просим Роспотребнадзор прокомментировать, почему официально подтвержденный случай заражения не послужил основанием для введения карантина в медучреждение, в котором появляются на свет младенцы, иммунитет которых еще не окреп. Валентина Скирова. День с толком. Тем временем, общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае 12216 человек. Насколько эта статистика прозрачна, мы не знаем. По официальным данным, за сутки в регионе подтвердилось 60 новых случаев. Скончались пятеро пациентов с диагнозом COVID-19. Добавлю, что 121 человек находится в тяжелом состоянии. На аппарате ИВЛ 48 жителей края. А теперь переходим к другой теме. Ела собак, чтобы вылечить туберкулез. Нашей съемочной группе удалось встретиться с живодеркой из Рубцовского района. Напомню, в июле в соцсетях появились кадры, на которых женщина жестоко убивает животных. После этой встречи у нас осталось много вопросов к правоохранительным органам и местным чиновникам. Впрочем, не только у нас. Истории заинтересовались даже в Госдуме. Подробнее в нашем сюжете. Маленькие-то две стучки зарезала. Ну, не знаю. Варили, зарили. Шашлык. Шашлык делали из собак? Да, из собак. Шашлык очень вкусный. А вы знаете, чем ваша жительница занимается? Вот так-то изредка. Изредка что? Она изредка занимается? Да, да. А для чего? Это хобби такое? Это нет. Она расставала сильно. А вы как к этому относитесь вообще? Вам как? Да мне без разницы. Поселок Зеленая Дубрава. Рубцовский район. Женщина жестоко убивает щенят. Разделывает их еще живыми. Эти кадры в июле взорвали соцсети. По понятным причинам мы не можем показать само видео в нашем сюжете. Знаете, вот насколько я как бы не сильно впечатлительная. Я не смогла досмотреть до конца видео. Это ужас. Мотив был такой, что я слышала, что туберкулезов он не понимает. Это корейцы сказали, что нехорошо туберкулезов. А у вас туберкулез? Ну я не знаю, вроде бы да. А вот вы говорите, тетя Надя отдавала вам собака. Это ваша родственница? Да. Милиционер бывший. Потрясающе. Корейские целители туберкулеза. По словам женщины, она работала с ними в поселке на полях. Именно они и привили ей любовь к собачьему мясу. Согласитесь, что даже в русской кухне есть множество блюд, в состав которых не входят собаки. А если завтра пенсионерка решит, что из человеческого мяса можно сделать вполне себе годные котлеты, тогда и каннибализм можно будет оправдать тем, что это средство для выживания. Или так корейцы научили. Тем не менее, полиция не нашла ничего криминального в действиях живодерки. Но уголовное дело не возбуждено. Одно из оснований – женщина ест собак из-за нищеты. Они не нашли состава преступления вот именно в этих деяниях, именно вот этой женщины. Мы все находим, а они почему-то не находят. При жестоком обращении с животными, повлекшими увечья или смерть животного, наступает уголовная ответственность. Это шраф до 300 тысяч и решение свободы от 3 до 5 лет. И вот эта уловка полиции, и именно ее они учат, как говорить, что это для еды. Сама Бокова подтверждает, что сотрудники полиции ей сказали, когда приедет телевидение, говорить, то есть они ее заранее подготовили речь, говорить о том, что якобы она убивала животных ради пропитания. Обед готовите сейчас? Да, я все супруг сделаю. Говорят, что вы собак ели, потому что есть нечего было. Здесь собак нет. То есть курица, мясо, фарш любительский. Кто покрывает женщину и главное, зачем? Мы убедились, что она не голодает. Тем более ее сожитель Александр работает у местного фермера. Андрей Фейш лично обращался в районное отделение полиции. Говорит, сотрудников беспокоит только тот факт, что дело придали огласке. Ему удалось записать разговор с местным участковым. Вот на тот период я вообще был в отпуске, понимаешь? А я тут ухожу, а тут такая вот, вот такая вот, зачем она мне нужна? Я знаю, что ты был в отпуске. Если надо решить, я там этот вопрос сам как-то решу. Вот это вот. К сожалению, подобных историй по стране очень много. Так может быть, в этом виноваты не только те, кто убивает животных, но и те, кто им это позволяет. Глава местного сельсовета разводит руками. Но что с живодеркой поделать? Даже штраф не сможет оплатить. Состава преступления не видно здесь. Никто не запрещал собаку употреблять в пищу. Должна ли она быть совсем изолированной, лежать в день в психиатрической больнице? Я думаю, если периодически. Скандальная история дошла до Госдумы. Один из депутатов даже обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие властей и силовиков Алтайского края. Ну не поможет у нас город Трубцовск, не поможет Алтайский край. Извините, у нас есть Москва и вышестоящие лица. Она создает большую опасность для жителей села и кто окружает ее. По словам Екатерины, она прошла лечение в больнице, принимает таблетки, ходит к психиатру и стала спокойнее. Но кто ее будет контролировать в дальнейшем? Ведь один рецидив может повлечь за собой и другой. Рецидив животных преступлений. Нам она сказала, и приезжали участковые, она ему сказала, мне все равно кого резать, тут и их дети ходят. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. К неприятному запаху добавилась кишечная палочка. В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту заражения на территории нашумевшего завода «Алтайкорм» в Первомайском районе. По данным следствия, на земельном участке произошло загрязнение плодородного слоя почвы. Здесь обнаружили бактерии кишечной палочки и энтерокока. Сейчас ведется расследование, чтобы найти причастных к этому делу. Напомним, местные жители уже несколько лет жалуются на запах «Алтайкорма». Это, к слову, завод по производству костной муки, то есть сырье биологическое с характерным приварки запахом. Люди пытаются добиться, чтобы руководство предприятия соблюдало все нормы Санпина. К другой теме. Дольщики долгостроя на Ленина 195А вновь вышли на пикет. Дом, который должны были сдать в июне, все еще достраивают. Люди устали ждать, а еще устали бояться. Ведь из-за такого выражения собственной позиции им регулярно звонят полицейские. Однако желание переехать в свою квартиру все же берет верх. Что помешало строительной эпопее и закончится этим летом, расскажет Анастасия Дороган. С 26-28 последних месяцев, более 20 месяцев мы были лишены права продавать квартиру. А не было денег, не было и стройки. Евгений Клейнотовский, застройщик уже известного в городе объекта на Ленина 195А, объясняет нехитрую схему, как затормозить работу. В 2016-м, когда из-за кризиса на рынке у него возникли проблемы с вводом первого здания, жильцы стали взыскивать просрочку. Исполнительных листов накопилось на 4 миллиона рублей. Приставы заморозили продажи квартир на всех объектах до начала 2018-го. Прокуратура три раза отменяла запрет, но его накладывали вновь. И он действовал практически до июня 2020-го. Финансирования объекта не было, темпы упали. Да, какие эмоции, да, слез. На чем пишете? На обоих. А между тем люди устали смотреть, когда их дом наконец достроят. Ремонта в новой квартире Ольги этот рулон не дождался. Еще несколько пикетов и закончится. Как и терпение женщины. Я разъехала с сыном и жду, снимаю в аренду жилье. На Южном, мотовяюсь. Мне 65 лет. Вложила денег, ни денег, ни квартиры, ничего нет. Хотя по факту квартира давно есть. На первом этаже. Состояние долгостроя практически не меняется уже третий год. В начале лета дольщики провели массовый пикет, после которого город обещал ускорить стройку, чтобы сдать дом в том же июне. Срок давно прошел. Одни дольщики обвиняют в медлительности застройщика. Тем не менее, за время запрета продаж компания вложила все свободные деньги – 40 миллионов – строительство. Закончились они еще в 2019-м. Не хватило 20 миллионов. После очередной отмены запрета приставов в июне, деньги в компании появились не так давно, когда в недострой пришли новые покупатели. Имущество многоквартирных домов не является имуществом застройщика. На имущество многоквартирных домов по 214-му закону имеют права покупатели квартир. Соответственно, действия по запрету продаж, либо ареста, или продажи земельного участка в отношении имущества третьих лиц должны быть запрещены. Понять, кто виноват, сложно, так как я не имею отношения никакого. А я понимаю, кто виноват. Я точно понимаю, что виноваты приставы, потому что они кучу денег умудрились все-таки из предприятия, как я понимаю, вытащить. Потому что нам рассказывал застройщик, что они все-таки оплатили достаточно много денег. А чьи это деньги? Это получается, что наши деньги были, которые должны были идти на строительство дома. Как признается застройщик, этот объект готов был к сдаче еще в 2018-м, если бы не вмешательство судебных приставов. А теперь, спустя почти три года, здесь доделывают детали. Здесь заливаются крыши парковки, она появляется, считается открытой площадкой здесь для складирования. Все инженерные сети в доме, идет монтаж лифтового оборудования. Соответственно, это позволяет вести этот объект осенью этого года. Но искусственные препятствия, по которым была дана правовая оценка, только они и повлияли на сроки. В этом году, заверяет застройщик, дом будет сдан. В финансовом плане объект сейчас обеспечен на 95%. Так что, возможно, уже в Новый год дольщики, наконец, отметят новоселье. Анастасия Драгани, Калашелко, Андрей Петеркин. День с толком. В Залесовском районе обеспокоены исчезновением пруда Клубничный. За пару дней он резко обмелел, рыба осталась без воды. Часть ее люди успели собрать, остальная погибла, сообщают жители в соцсетях. Десятки птиц кружатся над тем, что когда-то было могущественным водоемом. Видите большую лужу? Так вот, в ней тысячи рыб пытаются выжить. Почему так-то? Может, для всего этого издевательства? Есть значимые причины? Ситуацию нам пояснили в администрации района. По словам главы муниципалитета Александра Пластеева, редких рыб в пруду не было, но там обитали караси и окуни. Сам пруд периодически мелеет, когда нет дождей или бобры строят на реке Плотины. Но в этом случае, скорее всего, сломалась задвижка, которая регулирует приток воды в пруд. И хотя водоем никому не принадлежит, ответственные за его содержание есть. По словам главы района, специальная комиссия уже выезжала на место. А теперь продолжение истории. На прошлой неделе мы рассказывали, что во время покраски беговых дорожек на стадионе «Динамо» пострадали машины, находящиеся на парковке по соседству. 17 автомобилей оказались покрыты мелкой крошкой устойчивой краски. После переговоров пострадавших с подрядчиком ситуация изменилась. Директор фирмы признал, что не желает оставлять о себе негативное впечатление и продолжать конфликт. Я не сторонник продолжения каких-то конфликтов, и надо их как-то пытаться регулировать все равно мирным путем. Именно поэтому мы сегодня нашли консенсус, договорились с потерпевшими или с собственниками пострадавших машин. И согласно нашей договоренности, каждый хозяин пострадавшей машины получит компенсацию. Выплата будет произведена буквально завтра, послезавтра, после того, как мы это все оформим на бумаге. К другим темам. Впервые за 30 лет в Новоалтайске начали строить новую школу. Здание будет с двумя спортзалами и мастерскими. Чем объяснен такой масштаб, узнавали мои коллеги. 11 школ для 70-тысячного Новоалтайска уже мало. Город становится больше, прирастает и за счет барнаульцев. Получаются очереди. Уже несколько лет стать первоклассником в родном городе непросто. Когда мы пошли в первый класс, мест не хватает деткам. То есть мы кое-как попали в школу. В односменку перешла всего одна школа. В других, по словам жителей, учатся в две и порой даже в три смены. Так что, поясняют представители единого стройзаказчика края, новое учреждение просто напрашивалось. Для этого из регионального и федерального бюджета выделили почти полмиллиарда рублей. Что здесь интересного, то что в рекреации первого этажа начальных классов предусмотрена игровая, то есть для маленьких деток, и предусмотрены классы для продленного дня. Вот такого в школах у нас только мы начинаем вводить. У нас рождаемость неплохая один год, даже больше тысячи ребятишек у нас родилось, поэтому нам надо раз в пять лет, конечно, школу строить. Город растет, город развивается, жилье строим очень активно, люди к нам едут. И в этом плане подвижки уже есть. Глава заверил, что уже проектируют школу в 11-м микрорайоне Новоалтайска. А этот объект обещают сдать к 2022 году. Нулевой цикл строительства почти готов. Анастасия Драган, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. Вместо соли соевый соус, вместо приправы китайский чеснок. Вот уже более 30 лет семья из Маньчжурии живет на Алтае. Российскую жизнь познают в глубинке, в аварийном доме. Мария Микшута познакомилась с ними на прошлой съемке и вернулась, чтобы познать таинственную китайско-русскую душу. Для семьи китайца Фудзинцаев, новоалтайский его зовут просто Федор. Корабль не просто сувенир. В Россию потянул не только попутный ветер, но и русские корни бабушки. В 90-х годах большая семья перебралась из Маньчжурии, небольшого городка на северо-востоке Китая, в Первомайский район. Родители рассказывали, что пришли в магазин, было дико, что в магазине три кастрюли, одна сковородка и пустые прилавки. И что за деньги невозможно было ничего купить. Со временем скопили на жилье. 17 лет назад переехали в квартиру во вполне презентабельной двухэтажки Новоалтайска. Дети выросли, подарили внуков. Семья Федора вросла в землю русскую. Теперь из поколения в поколение здесь передают историю знакомства родителей. Русской девушке Марии, которая родилась в Китае, молодого буддиста. Любовь к русскому проявлялась уже тогда. Помню, папа рассказывал, что зацепило то, что внешность маме не прям как китаянка, а русская. И вот решил с ней познакомиться. Сам Федор говорить хорошо по-русски так и не научился. А на китайском в китайско-русской семье сейчас говорит Лишон и его супруга. Дети язык уже не знают. А вот смотрят китайские. Только китайские каналы. То есть непосредственно спутниковое телевидение. Зато могут накормить гостя настоящими китайскими блюдами и даже в русское добавить иностранной перчинки. Соли на столе у них не найдешь. Предпочитаю за место соли. Соевый, соус, соевый. Он в разных видах. Есть жидкий, густой. Вот этот густой для соу, ну для приготовления каких-то соусов. А вот это непосредственно уже для готовки. Овощи, кстати, выращивают сами. С рассветом, как принято на родине, пенсионер идет на работу. Теперь так называет дачу. Вновь китайские. Какие? Шинчили, китайский, чеснок, капусь и фасоль. Все китайские. Все, много. Вернуться на родину, повидать родственников, желание есть, но нет финансовой возможности, признается пенсионер. Впрочем, как и переехать в новый безопасный дом. Тот, в котором сейчас живет семья, признан аварийным и подлежит сносу еще с 2017 года. Но, несмотря на все эти обстоятельства, о переезде в Россию Федор не жалеет. Говорит, лишь бы крыша была над головой и не пропускала дождь. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с тонком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире.